МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Люди по-разному привыкли распоряжаться свободным временем. Кто-то это делает умело, а кто-то не совсем. Одни предпочитают пассивный отдых, другие активно занимаются саморазвитием и обогащением души. Ясно одно – умение правильно воспользоваться досугом – это отличный навык, позволяющий жить полной жизнью, получая всё лучшее от каждого дня. А если говорить о работе, то есть люди, для которых она становится хобби. И это особенно счастливые люди. К ним относятся и героини нашей программы. Когда работа – это хобби, тогда ты уже особо не стремишься к успеху, просто работаешь, это нравится. А успех в таком случае часто приходит сам. Так рождается ощущение счастья. Наверное, ощущать жизнь, радоваться жизни, радоваться, что у меня есть куда прийти домой. Я с удовольствием иду на работу. Времени у меня очень мало, и поэтому практически основное время провожу с семьёй. Я люблю читать книги, водить машину. Но я не спортсмен, я не занимаюсь спортом, у меня нет дачи. Как говорится, коротко о себе. Но наша героиня подготовила уж слишком короткую визитку. Мы постараемся рассказать о ней чуточку больше. И начнём, пожалуй, с главного. Светлана Колесникова – врач от ариноларинголог, от ариноларингологического отделения Гомельской областной клинической больницы. Обладательница почётного звания «Человек года». Решением Гомельского областного исполнительного комитета по итогам работы в 2018 году доктор Колесникова одержала победу в номинации «Мастер». Я родилась в городе Быхове, Могилёвской области. Достаточно любящая семья, где отец был железнодорожником, мама была поваром, врачей, медиков у нас в семье никогда не было. Светлана Колесникова решила положить начало династии медиков в их семье. Твёрдая уверенность в желании это сделать пришла к ней достаточно рано. Уже классу к седьмому я знала, что я хочу быть доктором. Всегда хотелось помогать людям. Светлане Колесниковой на протяжении всей жизни нравится учебный процесс. Сначала школа, потом институт, а сегодня различные обучающие встречи, мастер-классы, поездки и стажировки. Говорит, учиться сложно, но всегда интересно. Да и вряд ли в противном случае нашей героине удалось бы достичь успеха в работе. Кстати, свою любовь к процессу обучения Светлане Колесниковой удалось передать и дочери. Школу Светлана Колесникова закончила золотой медалью и поступила в Гомельский государственный медицинский институт. Студенческие годы вспоминает с удовольствием. Не могу сказать, что это занимало все время. То есть было время и отдохнуть, и погулять, и поучиться, и свои друзья, в своей компании были. То есть я с удовольствием, мне нравится учиться. Это, наверное, и сейчас еще получилось. Университет я закончила в 2000 году, Гомельский государственный тогда еще институт. Но отолерингологом я никогда не собиралась быть. Я очень хотела быть реаниматологом. Но на распределении я узнала, что я буду врачом-отолерингологом и уеду в город Жлобин. В Жлобине после прохождения интернатуры я отработала 7 лет. Были такие очень замечательные годы. Я работала в отделении, в поликлинике, консультировала детскую больницу. У нас замечательный коллектив был. Мы сейчас общаемся. В 2005 году, работая в Жлобине, Светлана Колесникова поступила на очно-заочную форму клинической ординатуры Гомельского медуниверситета. А в 2007 году заведующий отариноларингологическим отделением Гомельской областной клинической больницы Валерий Садовский, видя перспективность врача Колесниковой, предложил ей сменить место работы и жительство. И она согласилась. Так наша героиня попала в отариноларингологическое отделение Гомельской областной клинической больницы, где работает и сейчас. Благодаря своим учителям Светлана Колесникова поняла, что отариноларингология – ведущая специальность в медицине. Наверное, потому что здесь виден результат. То есть восстановить носовое дыхание, улучшить слух, решить проблемы с голосом. То есть мы видим результат своей работы. Можно сказать, достаточно быстро. Ну и поэтому я решила, что я останусь уже отариноларингологом. Тем более, что в отариноларингологии немаловажна скорость реакции. То есть к нам поступают пациенты и с аспирацией народных тел, и с критическими затруднениями дыхания при различных опухолях. Достаточно сильными профутными кровотечениями, где от времени и от скорости зависит жизнь пациента. Поэтому тут что-то присутствует и от врача-реаниматолога в этой профессии. Поэтому я как-то остановила свой выбор и полюбила, наверное, эту профессию. Не зря в народе говорят, что пути Господни неисповедимы. Светлана Колесникова хотела быть реаниматологом, стала отариноларингологом. И не только полюбила науку об ухе, горле и носе, но и увидела сходство с реаниматологией в моменты оказания экстренной помощи пациентам. Понятным становится и девиз по жизни героини нашей программы. Никогда не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Сложно ли быть врачом? Интересуемся у Светланы Николаевны. Сложно, но очень интересно. Всегда есть к чему стремиться. Всегда ты, кажется, неудовлетворен своими знаниями. Чем больше знаешь, тем меньше, кажется, твоя неудовлетворенность. Я никогда не пожалела о том, что я выбрала эту профессию. Во всяком случае, пока. Светлана Николаевна, наверняка ваши пациенты вас тоже многому учат. Пациентов, конечно, учусь. Иногда нужно полюбить пациента за что-то, даже если он мне сильно не нравится, чтобы он поправился. Я хочу сказать, многому учусь у них. Где-то даже, может, и упорству такому пациентов, может, дружелюбию какому-то такому. Иногда просто те, потому что у нас областная больница, много людей сельских, то есть очень таких человечных, я бы сказала. Сегодня на базе от ариноларингологического отделения Гомельской областной клинической больницы жителям Гомеля и области оказывается плановая и экстренная помощь. Большой объем работы занимают эндоскопические вмешательства, органы, сохраняющие операции на околоносовых пазухах. Мы стараемся помочь пациентам с хроническим средним отитом, то есть не только удалить источник инфекции, предупредить возможные внутричерепные осложнения, но и одномоментно стараемся выполнить слухоулучшающие операции, либо с использованием своих тканей, то есть хряща, фасции, височной мышцы, либо с использованием титановых имплантов. Мы оказываем большой спектр операций микроэндоларингеальных на гортане, гортоноглотке. Кроме того, большую долю занимает у нас и оказание экстренной помощи, то есть при асфиксии инородными телами, при критических стенозах, при кровотечениях. Возможности стали значительно больше. Если я пришла и мы оперировали пациентов с хроническими отитами, острыми отитами, долотыми молотком, то и на сегодняшний момент это как два разных века. То есть благодаря республиканским централизованным поставкам у нас есть все оборудование для высокотехнологических вмешательств. Мы стараемся учиться периодически, где-то раз в полгода к нам. Республиканские коллеги приезжают, мастер-класс организовываем. То есть не стоим на месте, стараемся развиваться. И я хочу сказать, республика, наверное, одна из немногих стран, благодаря которым помощь оказывается бесплатно. То есть начиная от слухоулучшающих операций и заканчивая установкой кохлеарных имплантов. То есть все это бесплатно. И это тоже очень важно. Стараемся повышать свою квалификацию. Посещаем семинары международные в ближнем, дальнем зарубежном. То есть на России, Украине, Польше, Чехии, Испании, Турции. На вопрос, благодаря чему вы состоялись в профессии, Светлана Николаевна ответила, что согласна с мнением, которое когда-то прочитала в книге. «Если ты уже за что-то взялся, нужно делать это так, чтобы лучше тебя. Это мало кто смог сделать». Наша героиня старается все делать на совесть. «С каким настроением вы обычно приходите на работу?» «Не могу сказать, что прям уже всегда с позитивным настроением. Бывает и эмоциональный подъем, и спад, и иногда из рук все валится. Но в принципе, я счастлив». С удовольствием наша героиня идет не только на работу, но и возвращается домой. Любимый час из 24-х – 9 вечера, когда семья собирается вместе. А семья Светланы Колесниковой – это муж Константин и дочь Виктория. С супругом познакомились еще во время учебы в институте. В конце интернатуры поженились. А в 2001-м у них родилась дочь Виктория. Сегодня ей 16. В этом году она закончила Гомельский областной лицей, как и мама в свое время школу, с золотой медалью. Супруги Колесниковы могут гордиться, ведь единственный ребенок пошел по их стопам. Вероятно, это стало возможным благодаря любви родителей к своей профессии и умению эту любовь передать по наследству. Виктория поступила в Белорусский государственный медицинский университет на лечебный факультет. Светлана Николаевна, вы, насколько я поняла, большой труженик по жизни. Наверняка и дочь свою пытались воспитывать тоже в труде. Для любой мамы свой ребенок самый лучший. Но прежде всего, наверное, строгость, дисциплина была, честность по отношению к себе и самоотдача. То есть достаточно много она работает. Наверное, это определяющий фактор и в отношении моего отношения к работе, и, наверное, по отношению к детям. То есть труд, труд и труд. На первом месте для Светланы Колесниковой, конечно же, семья, а также уважение и любовь пациентов. Наша героиня – человек, который не привык ставить за облачные цели. Она не ждет, как дети подарковат судьбы. Она просто работает на совесть. Возможно, поэтому Светлана Колесникова – человек года Гомельской области. Ну, это моя первая награда. И вообще, я считаю, что это командная работа. Я очень благодарна своим коллегам за взаимопонимание, семье, родственникам, за то, что они тоже терпят и понимают меня. И пациентам, которые тоже многому чему учат. То есть это не истинно моя награда. Это награда отделения, я бы так сказала. Светлана Колесникова